Доброе утро Ты достоин всей славы, ты достоин всей хвалы, превозносим тебя наш Бог. Аллилуйя, тебе вся хвала. Прославляем тебя наш Бог. Достоин славы ты. Пусть виноградник снова не дал плода. Пусть нет в законе моем овец не беда. Что улыбаешь, душа моя, что смущаешься весь я, буду еще славить Бога. Что улыбаешь, душа моя, что смущаешься весь я, буду еще славить Бога. Я буду еще, я буду еще славить Бога. Буду славить Бога моего. Я буду еще, я буду еще славить Бога. О, хвала тебе наш Бог. Я буду еще, я буду еще славить Бога. Бога моего. Я буду еще, я буду еще славить Бога. Пусть ополчились против меня враги. Пусть они снова ищут твоей души. Пусть они снова ищут твоей души. Я буду еще, я буду еще славить Бога. Чтобы верить их Rugby, чтобы не была твоей души. Я буду еще славить Бога, О Господь, Тебе полно. Я буду еще, я буду еще славить Бога, Превосносим мы Тебя, О Господь, Мы величаем, прославляем Тебя, Ты построим всей полной, Превосносим мы Тебя, О Господь, Тебе вся хвала, Мой Господь, Ты построим всей полной, Аллилуйя, Аллилуйя, Мы не будем понимать, будем прославлять Господа, Аллилуйя, Тебя хвала, Можь Бог, Бог превосносит, Достоин превосносит, Аллилуйя, Господь, Тебя, О Господь, Что унываешь, Душа моя! Что унываешь, Душа моя, Что смущаешься ведь я, Я буду еще славить Бога моего. Что унываешь, Душа моя, Что смущаешься ведь я, Я буду еще славить Бога, мой Бог. Я буду еще славить Бога, я буду еще славить Бога. Я буду еще славить Бога, я буду еще славить Бога. Мы будем славить Тебя, ты достоин всей полны. Ты наш Господь, ты наш Спаситель, и мы превозносим Тебя. Аллилуйя! Ты наше спасение, Господь. Ты скала, куда мы прибегаем. Спасение мое, надежда моя, лишь в Тебе. Источник моей жизни, отрада любви, утешение мое, лишь в Тебе. Источник моей жизни, ты спасение мое. Спасение мое, надежда моя, лишь в Тебе. Источник моей жизни, отрада любви, утешение мое, лишь в Тебе. Источник моей жизни, отрада любви, утешение мое. Кто любит Тебя, по Нему я, не смотри, не скажу, Иисус. Люблю Тебя, я люблю Тебя, я люблю Тебя, я люблю Тебя, я люблю Тебя. Источник моей жизни, отрада любви, утешение мое, любви, утешение мое. Движение моё Надежда моя Источник моей жизни Я отниму руки тебе по нему Я люблю Я руки Свои и прославлю Того, Кто любит Тебя. По Нему Я руки Свои и скажу, Иисус, люблю Тебя. Я люблю Тебя, Иисус. Люблю Тебя. Люблю Тебя. Люблю Тебя. Я люблю Тебя, Иисус. Люблю Тебя. Подниму Я руки к Тебе. Подниму Я руки Свои и прославлю Того, Кто любит Меня. Подниму Я руки Свои и скажу, Иисус, люблю Тебя. Иисус, люблю Тебя. Люблю Тебя. Я люблю Тебя. Люблю Тебя. Я люблю Тебя. Люблю Тебя. Люблю Тебя. Люблю Тебя. Мы любим Тебя, наш Иисус, наш драгоценный Господь. Тебе все хвала, Аллилуйя. Иисус, люблю Тебя, Иисус, принадлежу Тебе, Ты все для меня, Иисус. Иисус, люблю Тебя, Иисус, принадлежу Тебе, Ты все для меня, Иисус. Иисус, люблю Тебя, Иисус, принадлежу Тебе, Ты все для меня, Иисус. Иисус, люблю Тебя, Иисус, принадлежу Тебе, Ты все для меня, Иисус. Иисус, люблю Тебя, Иисус, принадлежу Тебе, Ты все для меня, Иисус. Иисус, люблю Тебя, Иисус, принадлежу Тебе, Ты все для меня, Иисус. Иисус, люблю Тебя, Иисус, принадлежу Тебе, Ты все для меня, Иисус. Иисус, люблю Тебя, Иисус, принадлежу Тебе, Ты все для меня, Иисус. Иисус, люблю Тебя, Иисус, принадлежу Тебе, Иисус, принадлежу Тебе, Иисус. Мы оправданы, Господь, Боже, и Ты тот, кто подарил нам жизнь, жизнь вечную. Наше наследство на небесах, наше будущее, Господь, это вечность. Спасибо Тебе, Господи, любящий, небесный Отец, мы славим Тебя. В это утро поклоняемся Тебе, Господь. Боже, снова и снова признаемся Тебе, Боже, Ты наша любовь. Ты наша надежда, Ты наше упование. И мы хотим приближаться к Тебе, Господь. Мы хотим снова и снова, Господь, быть в присутствии Твоем. Спасибо, Иисус. Спасибо наш Бог, благой, милостивый, милосердный, царь царей, Господь господствующих. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. И все доскажут Аминь. Аллилуйя. Давайте воздадим славу тому, кто достоин. Наш Господь, наш Спаситель. Аллилуйя. Аллилуйя. Этот день Он сотворил для славы Своей. Дорогие, приветствуйте того, кто рядом, даже несмотря на дистанцию. Просто поздоровайтесь, скажите, слава Богу, что Ты сегодня здесь. Рад Тебя видеть. Каждого из Вас рад видеть в Доме Божьем. Замечательно нам быть в воскресный день, в собрании. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Дорогие, сегодня особенный день во всем мире. И мы будем упоминать еще не раз об этом и будем молиться. Но я хотел бы сказать, что сегодня особенный день, сегодня день молитвы о сиротах, всемирный день молитвы, когда все церкви во всем мире соглашаются молиться. Молиться за тех, которые просто оставлены, брошены, может быть, лишены чего-то, лишены семьи, родительской любви по каким-то стечениям, по каким-то обстоятельствам. Кто-то, может быть, потерял, кого-то, может быть, просто оставили. Но, вы знаете, на самом деле нам очень важно помнить, что мы не просто вспоминаем, мы не просто молимся раз в году, мы не просто, знаете, может быть, каждый день к чему-то привязываем, привязываем к какому-то особенному действию, молитве. Но прежде всего мы с вами смотрим, как Господь относится к тем проблемам, которые сегодня есть на земле. Вы знаете, сиротство – это большая проблема, которая влечет не только разбитые сердца за собой, но оно влечет и исковерканные судьбы, и, знаете, несостоявшиеся планы, которые были у Бога для этих людей, для детей, для их будущего. И, вы знаете, Господь, Он всегда особенным образом в Слове Своем обращает внимание на сиротах. Если мы читаем Библию, если мы читаем Ветхий Завет, Новый Завет, мы видим, знаете, на протяжении всей Библии, что у Бога особенное отношение к сиротам. И, вы знаете, мы некогда, Библия говорит, были оставлены, мы некогда были покинуты. Грех отделил нас от Бога, но Он пришел, и Он усыновил нас. Он не оставил нас с сиротами, в Библии написано. Аминь. Вы знаете, Иов, он писал, что за моим столом всегда было место для сироты. Он всегда обращал особое внимание, чтобы накормить, чтобы приютить сироту, чтобы поддержать. И многие другие. Вы знаете, Давид, он писал точно так же в псалмах об этом, упоминал. Мы видим это. Мы видим, что Богу не все равно. Мы видим, что у Бога большое отцовское сердце. И в этом сердце есть место для каждого. Аминь. Вы знаете, перед тем, как мы будем делать очень важное действие, мы будем сеять, мы будем собирать наши пожертвования, даяния, вы знаете, мы это делаем добровольно, мы это делаем от всего нашего сердца, потому что мы хотим поддерживать ту работу, которая ведется в церкви. Вы знаете, что Бог побуждает церковь людей Божьих исполнять Его Слово. Аминь. А у Бога очень много разных желаний, очень много разных, вы знаете, целей. И мы, как церковь, сегодня можем делать разную работу по всему лицу земли в нашем городе, в нашей области. Я хотел бы зачитать одно место Писания. Это особенное место Писания в книге Иакова, в послании Иакова записано в 1 главе 27 стихом. Следующие слова здесь написаны. Апостол Лаков пишет. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Вы знаете, Библия говорит, что если мы хотим быть чистыми и непорочными, если мы хотим быть благочестивыми людьми пред Богом, а только таковые наследуют Царство Божие. Аминь. То мы с вами должны презирать. Вы знаете, слово «презирать» не значит презрение. Оно имеется в виду обратить свой взор, особенно обратить свой взгляд с милосердием, с участием, вникнуть. И Бог говорит, обратить свой взор особенно на сирот и на вдов, на нуждающихся, на тех, за кого некому заступиться, на тех, кому некому помочь, которые лишены, может быть, тех, кто должен был стоять рядом и защищать, должен был стоять рядом и заботиться. Аминь. И я верю, друзья мои, что мы в нашей церкви очень много делаем, очень много делаем для того, чтобы чьи-то жизни менялись. И я знаю, что у нас есть большая работа с детскими домами, большая работа, направленная для поддержки семей, которые сегодня усыновляют, принимают свои дома. Большая работа с теми, кто берет на попечение. Вы знаете, это здорово. Это здорово, что в церкви люди, они неравнодушны к этой проблеме. Аминь. Ведь если наш Бог имеет такое сердце большое, то точно так же Он ожидает от нас, что мы, Его дети, будем похожи на Него. Мы также будем иметь такое же большое сердце, в котором будет место для каждого. И особенно для тех, кто чего-то лишены, для тех, кто чем-то обделены. Аминь. Поэтому я хотел бы вдохновить сегодня вас, чтобы мы с вами помнили, что всякий раз, когда мы жертвуем, вы знаете, наши пожертвования, они не просто какие-то, может быть, узконаправленные. Они используются в разных сферах. Они используются в разной работе. В том числе и для помощи детям-сиротам, и для работы в детских домах, в приютах. Поэтому я хотел бы просто вдохновить вас. Давайте будем продолжать делать добро, чтобы нам иметь чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом. Как Он когда-то к нам отнесся с милосердием, с особым взглядом, уделил каждому из нас внимание, точно так же Он сегодня ожидает от нас, что мы, Его дети, будем подражать нашему небесному Отцу. Аминь. Давайте мы поднимемся. Я хотел бы напомнить, что у нас две корзины. И первая корзина на миссионерскую деятельность, на работу по открытию церквей, для того, чтобы церкви шли в разные города, поселки, деревни, и там работали. И вторая – это наши десятины и приношения. Да благословит вас Господь! Иисус, люблю Тебя, Иисус, принадлежу Тебе, Ты все для меня. Иисус, люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя, Иисус, Иисус, принадлежу Тебе, Ты все для меня. Только Ты, мой Господь. Только Ты, мой Господь, дал мне жизнь и свой мир, милость и благодать. Перед троном Твоим Иисус, люблю Тебя, Иисус, Иисус, принадлежу Тебе, Ты все для меня. Иисус, люблю Тебя, Иисус, принадлежу Тебе, Ты все для меня. Только Ты, мой Господь. Только Ты, мой Господь, дал мне жизнь и свой мир, милость и благодать. Перед троном Твоим нет другого, как Ты, Мой Господь, мой Господь. Иисус, люблю Тебя, Иисус, принадлежу Тебе, Ты все для меня. Ты все для меня, Иисус. Иисус, люблю Тебя, Иисус, принадлежу Тебе, Ты все для меня. Принадлежу Тебе, Ты все для меня. Принадлежу Тебе, Иисус, принадлежу Тебе, Ты все для меня. Ты все для меня, мой Бог. Тебе вся хвала, Тебе вся честь. Аллилуйя. Давайте помолимся, друзья. Господь наш и Бог, славим Твою Святое Имя. В это утро воздаем Тебе славу и честь. Склоняем сердца при Тобой. Превозносим Тебя, наш Спаситель, наш Искупитель. Тебе хвала и слава. И все наше почтение, все наше хвала только Тебе, нашему Царю. Господь, Ты велик во всех делах и путях Своих. Ты верный в Своем завете, и Своем Слове неизменный. Ты не изменяешься, Господь. Ты вчера, сегодня, во веки тот же. И Ты, Господь, любишь Своё творение. Ты любишь каждого. И Ты сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Господи, слава Тебе за Твою любовь, которую Ты открыл, показал нам. Когда умер на Голговском кресте, пролил свою кровь. Ты воскрес наше оправдание, дабы всякий верующий в Тебя не погиб. Господи, мы Твоя церковь, мы Твои дети приходим, Господь, в этой молитве согласия и при Тобое, Боже, приносим все нужды, каждую записку, каждую нужду, Господи, пред Твоим святым лицом. Просим Тебя, чтобы Ты пришел в жизнь тех людей, кто сегодня по-особенному нуждается в Тебе, в Твоем исцелении, в Твоей помощи, в Твоей силе, в Твоей поддержке, Господь. Боже, прийди, исцеляющие силы Твои, Господь, Духом Твоим наполни тех, кто болен, немощен, исцели, Господи, от всякой болезни, вируса, инфекции. Боже, пусть исчезают всякие опухоли, образования, пусть придет исцеление в легкие сердца, во внутренности, ткани, органы, пусть придет исцеление от тем, кто сегодня взывает Тебя. Господи, Ты, Бог, целитель, и Ты посреди нас. Боже, и все нужды мы приносим при Тобой, ибо Ты, Бог, наш обеспечитель. Ты тот, кто заботится на всякий день. Господи, благослови церковь, благослови семьи, детей наших. Молимся за детей, особенно, Боже, благослови, храни наших детей от всякого зла, от Духа этого мира. Господи, чтобы наши дети знали Тебя с ранних лет, искали Твоего лица, слышали Тебя, Господь. Благослови, Господь, отцов и матерей, детей. Молимся за детей, и сирот, за вдов, за одиноких, Господи, ибо Ты водишь в дом и заботишься прежде о них, Господи, и простираешь руку милости к ним, поддерживаешь. Господи, Ты наш Господь, и мы приносим все эти нужды пред лицом Твоим святым, в уповании и вере, в ожидании Твоей благодати и силы. Хвала и слава Тебе. Преклоняемся, превозносим. Также молимся за финансы, Господи, за тип пожертвования, десятины, благослови, Отец, и прославься в этом служении. Каждого, кто открывает свою руку и сердце, каждого, кто жертвует, Господи, по мере своей веры, Господь, благослови, Отец, прославься в этом служении, в этом даянии, пусть те нужды и те служения, на которые сегодня идут эти средства, Господи, прославился Ты, возвеличился Ты во всем. Ты наш Господь и Бог. Слава Тебе и хвала, Отец иный Святой Дух. Аминь. Слава нашему Господу. Давайте прославим Его. Если сегодня есть дети, вы можете пройти там на встречу, воскресную встречу. Пусть Бог благословит. Присаживайтесь, друзья. Возрадовался я, когда сказали мне, что пойдем в Дом Божий. Давид так говорил. Правда, сердце человека исполняется радостью, особенно святой радостью. Воскресный день особенный для верующего человека тем, что мы в собрании святых. К сожалению, в дни, когда пандемия, большинство из нас онлайн, и мы, к сожалению, не можем так проводить служение в том формате, в котором они у нас были раньше. И пандемия, она внесла свои коррективы в нашу с вами жизнь. Но я должен сказать, друзья, ничто не может заменить вот это живое общение, когда мы можем видеть лица друг друга, общаться, просто поздороваться, поприветствовать, улыбнуться, спросить, как дела, и пообщаться. И действительно, мы начинаем скучать, потому что мы не видимся так, как мы виделись раньше. И Библия говорит о том общении, которое должно быть у святых, в церкви. В этом общении это общение незаменимо. Поэтому мы начинаем больше этим ценить. Пусть Бог благословит всех тех, кто сегодня онлайн, кто сегодня в этом собрании дома. Мы все здесь, чтобы прийти к нашему Богу, прославить Его, поклониться, помолиться, услышать Слово Божие. Аминь. И также Слово Божие говорит, «Когда идешь в Дом Божий, будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению». Слышать Божие Слово – это великое благословение. Бог через Своё Слово приносит нам великое благословение в нашу жизнь. Когда это Слово принимается, когда мы применяем его, когда мы размышляем, живем, оно нас хранит, это Слово. Оно оберегает нас, когда мы принимаем его. Помните, как в Откровении сказано, что «так как ты сохранил Слово Мое, я сохраню тебя». Важно нам научиться хранить это Слово, как Мария, складывать его в сердце, хранить его там и применять его, когда нужно, это Слово. Недавно вот ехал на служение в Чормоз, заезжаю в Чормоз. Людей мало, воскресный день, вообще ни одной души. Кто был в Чормозе, вы знаете, что это город или поселок уже, который когда-то был 17 тысяч, сейчас он 3,5 тысячи. Но там есть наша церковь, уже давно, небольшая, но есть. И вот еду, еду по главной дороге, когда смотрю, со второстепенной дороги едет кто-то на мотоблоке. Я уже, знаете, как водитель почувствовал, что он не собирается уступать мне дорогу, потому что он как ехал, так и едет. И я начинаю тормозить и сигналить. Посигналил. Смотрю, этот человек повернулся ко мне, улыбнулся и так, и поехал дальше. Сфора собак с ним вместе бежала. И больше никого я не встретил. Подъезжаю к молитвенному дому, заходим, начинается служение. Когда смотрю в окошко, подъезжает этот мотоблок. Я начинаю понимать, что это, скорее всего, брат из церкви, который в этой церкви. И действительно заходит, человек садится, и там единственный, вот из братьев, там одни сестры были в церкви, и один брат, который на мотоблоке визжал. Я выхожу проповедовать, и внутри чувствую, что вот вроде по правилам ехал, но все равно должен извиниться. Ну, как-то посигналил человеку так. Ну, мы как водители понимаем, что вот сигналить, это в крайних случаях, когда, а тут я так посигналил ему, и вышел, начал с того, что поизвинялся. Говорю, слушайте, я понимаю, что у вас в чермозе, может быть, свои правила тут, главное второстепенное, но вы меня извините, это, скорее всего, вы были на мотоблоке, когда я заезжал, посигналил вам. Я это сказал с тем, знаете, чтобы иметь вот это вот дерзновение проповедовать, потому что внутри как-то почувствовалось, что я понял, что это тот человек, который ехал, и внутри почувствовалось, что если я сейчас, ну, не скажу, не позвеняюсь, прав я был, не прав, это уже, знаете, а вот такое вот мне, ну, пришло на сердце, я должен был сказать, и сказал, вот, простите меня, пожалуйста, что я вот так вот вам там на ухо посигналил, и все, и служение продолжилось. Я это говорю к тому, что, друзья, знаете, Слово Божие, оно и Дух Святой, оно всегда побуждает нас к истине, не просто быть правильным в жизни. Сейчас так много людей правильных, но мы, христиане, не те, кто должны быть вот правильны, просто правильные по жизни, вот все правильно, вот так вот, ты прав, или я прав, ты не прав, но мы должны просто быть движимы Словом Божьим истинным, потому что это больше, чем просто быть правильным, знать истину и жить в ней, в соответствии с ней. И вот сегодня я хочу предложить вашему вниманию, на мой взгляд, одна из самых содержательных истин, которые есть в Священном Писании, и эта истина звучит в нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа, она настолько содержательна. Знаете, мы можем круглый год, и 10, и 20 лет, и всю жизнь проповедовать, говорить, учиться в той нагорной проповеди, которую говорил Иисус Христос, потому что, по мнению многих проповедников, она является как раз вот этими ступенями благословения в жизни человека. Именно возвышаться в жизни не в том, чтобы быть правым и правильным, а в том, чтобы ходить во свете истины, ходить в радости, ходить в мире самим собою, в мире с другими людьми, в мире с Богом. И мы, конечно, не можем сегодня с уверенностью сказать, что мы такие вот святые уже стали, мы не можем сказать, что мы уже такие вот сегодня, что Господь бери нас на небо. Нет, мы с вами на пути, мы делаем множество ошибок, мы падаем часто, согрешаем, плачем, сожалеем, но благодать Божья вместе с нами, она поднимает нас, исцеляет нас, восстанавливает нас и ведет. И благодать это в том, чтобы нам принимать эти истины, научиться принять ее. Это великое дело в жизни человека, принять истину. Большое дело увидеть себя грешником, но еще большее дело в жизни христианина, это научиться принять истину Слова Божьего. Потому что не все вмещают. Даже помните, апостолы, ученики, будущие апостолы, они не все понимали то, что говорил Иисус Христос. И некоторые даже, знаете, так забрасывали удочку, говорили, Господи, вот те, помнишь, которые ходили с тобой, они ушли от тебя. Давая понятие, намекая на то, что, Господи, не все то, что ты говоришь, понятно нам. Но Господь говорил, ну, может быть, и вы хотите меня оставить. Вот истина, она как есть. Не лицеприятна, не лицемерна, она чистая, как в Якова написано, мудрость, сходящая с Бога, во-первых, чиста, мирна, скромна, она полна благочестия, мира, любви, в ней нет ссор, зависти, сварливости, двусмысленности, лицемерия, нету никакой закваски, она как есть. истинно похоже на то дитя, помните, которое вот в истории с Соломоном, когда он пришел к престолу, и на нем уже была огромная ответственность, пришли две женщины, и которые, у них был спор. Она говорит, твой ребенок мертвый, а мой живой, потому что кто-то из них ночью случилось, что умер, она придушила своего ребенка. И вот Соломон говорит, возьмите меч, разрубите дитя пополам, по справедливости, правильно. Разве не справедливо? В какой-то степени да. Но Соломон, цель была не в том, чтобы сделать такой страшный акт, но в том, чтобы увидеть истинную мать. Истинная мать, она говорит, нет, отдайте ей. Потому что истинная мать предпочитает увидеть своего ребенка живым, пусть там, но он пусть будет живой, чем увидеть его смерть. И вот истина открывается. Вот подлинная мать. Вот истинно нельзя разрубить вот этим мечом нашего узкого понимания жизни и смотреть с колокольни своей перспективы, своего опыта, какого бы то ни было хорошего или плохого. Мы все равно будем субъективны, но мы должны смотреть так, как Бог смотрит, научиться так смотреть. И вот Нагорная проповедь. Друзья, я верю, что мы должны читать. Я помню, когда мы учились в библейской школе, был такой очень замечательный преподаватель, который служил в дарах Божьих. Фамилия Попов, имени, к сожалению, не помню, он уже ушел к Господу. И вот он сказал, читайте Нагорную проповедь каждый день. Читайте псалмы каждый день. Вот я запомнил его слова. И вот Нагорная проповедь, Иоанн, твой будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? И как я уже сказал, что это одна из самых содержательных истин. Мы не сможем сегодня в течение служения рассмотреть во всех аспектах эту истину, но мы постараемся максимально затронуть то, что касается нашей жизни, того практического применения этой великой истины в нашей с вами жизни. Я верю, что мы должны обращаться каждый день к этому. Помните об этом. Во-первых, здесь говорится о оке, глаз. Знаете, есть много болезней в человеческом глазе. Есть глаукома, есть катаракта, есть зрение теряется из-за того, что сетчатка может быть разрушена. Я не медик, но примерно я говорю, что есть множество различных причин заболевания глаза. И глаз такой орган, который очень важен для человека, потому что большинство информации, которую мы принимаем, это зрительная информация, это как окно, как здесь в духовном контексте говорится, через которое проникает свет и то состояние, в котором находится это окно, зависит состояние всего тела. Другими словами, то состояние духовное, в котором мы с вами находимся, зависит от того духовного взгляда или глаза, который у нас есть. И то количество света, которое поступает в нашу с вами жизнь, оно зависит полностью от проходимости через это окно. И вот, к примеру, можно сказать, что око – это как совесть человека? Можно. Потому что совесть в человеке – это то, через что проходит, то, как мы воспринимаем реальность, действительность, то, как мы воспринимаем справедливость или несправедливость. И мы можем спросить, а может ли это окно как-то затуманится? Конечно, может. Помните, в притчах Соломон говорит о неверных весах и мерах и так дальше. Это вопрос нашей с вами совести. Если совесть нечистая, если мы начинаем где-то лукавить, где-то двусмыслить, где-то что-то двусмысленно делать, даем обещания, неисполняемые, у нас есть оговорки, это замыленная совесть. Это совесть, через которую уже меньше света проходит. Так или нет? Мы можем сказать, что это око как разумение человека. Конечно, да. И разумение зависит даже от того, по мере этого света, насколько проникает. И если разумение, знаете, такое, если мы невежды и мы ленивы по жизни, и нам неинтересно вообще, что в Библии говорится о нас, о Боге, о церкви, вообще о жизни, как Библия учит, то наше разумение, оно очень мало света проходит через нас, через это око. Мы можем сказать, что сердце тоже в некотором смысле является вот этим оком. Потому что в сердце главное, что скрывается, это наши привязанности. Если мы привязаны к каким-то вещам, то мы не можем это изменить. Мы привязаны привычками какими-то, мы делаем по привычке, по традициям, по преданиям что-то, не задаемся вопросом, греховное это, не греховное, мы просто делаем. И это говорит о сердце, о состоянии сердца. И вот я бы хотел сегодня поговорить о том, что же делает, замыливает наше око, око, духовное око, что замыливает наше духовное око веры, или око послушания. И, кстати, вот именно в этом тексте Священного Писания чистое око, в греческом тексте употреблено слово хаплос. И оно буквально переводится на русский язык как щедрость. А дурное око, или худое око, как здесь написано, в греческом панерос. И это слово переводится как скупой, жадность. Друзья, смотрите, даже через то, насколько мы щедры, насколько мы открыты друг к другу, это говорит и указывает на то, сколько света духовного, столько мы будем получать в нашу жизнь. И это очень согласуется с другой истиной. Блажение давать, нежели принимать. Чем щедрее человек, чем больше в жизни он что? Чем больше он отдает, тем больше он что? Получает. Известная истина. То есть, если я щедрый, открытый, моя рука открыта, тем больше я получаю от Бога благословения и жизнь. Больше света наполняется моя жизнь. И я вижу в этом великую пользу прежде всего для себя, для своей жизни, для своего тела. Аминь. Но если я закрытый, если жадность, тогда меньше света приходит. И помните, как Иакова написано 1.5, что Бог, Он щедрый. И написано, что вот эта щедрость проявляется в том, что Он дает просто и без упреков. Бог настолько добрый и благой, что просто и без упреков. Вот помните, женщина, которая страдала 12 лет кровотечением, она, на мой взгляд, странным образом получила свое исцеление. Она его как бы почти украла. Она решила для себя в сердце, сказала, если прикоснусь к краю одежды, то получи исцеление. В толпе, тихонечко, сзади, когда народ теснил Христа, она тихонечко подошла, прикоснулась и получила исцеление. И даже в этом случае получила. У женщины была слабая вера, но у Господа была большая благодать и любовь. Он дал ей свое исцеление. И Он потом говорит, кто прикоснулся ко Мне? А ученики говорят, народ теснит тебя, и ты говоришь, кто прикоснулся? Нет, кто-то по-особенному. Прикоснулся так, что сила вышла от Меня. Разве Господь не знал? Он знал, но Он хотел возвеличить эту женщину, даже вот в ее слабости, немощи, даже вот таким странным образом она решила для себя, но я дал ей дает просто и как? Без упреков. Бог щедрый, Бог любящий, Бог, который дает. Все учение апостола Павла посвящается этому, он говорит, что нужно быть щедрым, нужно давать. Смотрите в Македонии церковь, как жертвует. Римлянам 12,8 Павел побуждает своих братьев и сестер жертвовать в простоте. Благотворительный, благотвори, как? С радушием, с радостью. Это приносит нам великое благословение. Но слово худое ухо, или как в оригинале на Септуангита сказано дурное ухо, панерос, скраденный, жадный. Помните во второзаконии в законе подчеркнуто по особенному есть такое положение во второзаконии. Когда приходил седьмой год, то нужно было списывать все долги. И получалась такая штука. Когда приходил седьмой год, то некоторые боялись то, что им не вернут долги, и они осторожно переставали давать. Потому что понимали, что придет седьмой год, надо будет прощать должника. И вот в законе была прописана такая заповедь. Второзаконие 15.9. Заметьте, это было предупреждение не для тех, которые пытались использовать тот же закон, взять для себя долг, чтобы потом списать, объявить о банкротстве, так скажем. Но эта заповедь была предостережением для тех, кто давал. То есть это заповедь скорее всего против жадности и алчности. Написано «Берегись, чтобы не вошла в сердце твоя беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, и чтобы от того глаз твоя не сделался ни милостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему. Смотри, чтобы жадность не замылила тебя, чтобы ты не лишился щедрости, чтобы ты не лишился благословения, и чтобы ты не стал таким расчетливым с тем, чтобы когда брат твой будет использовать седьмой юбильный год, чтобы ты с тяжестью не попрощался со своими деньжатами, но чтобы ты смог простить его, и чтобы ты смог даже в канун юбилейного года также мог давать щедрость, я бы хотел друзьям сказать вот о чем, что око нашей веры это очень важно, потому что это очень символично, то, о чем мы говорим сегодня с вами в духовном смысле, потому что часто в Библии есть такое понимание вера, как глаза веры, вера смотрит в будущее, в перспективу, вера всегда смотрит на своего Господа, мы сегодня верой следуем за нашим Господом, мы верой смотрим то, что нас ожидает небеса, без веры угодить Богу невозможно, мы смотрим как бы на невидимое даже с помощью нашей веры, и вот вопрос, а может ли глаз нашей веры потускнеть, а может ли случиться так, что наша вера другими словами ослабеет настолько, что мы уже начинаем чувствовать это в нашей духовной с вами жизни, в нашем хождении, а как это мы можем почувствовать, в чем это проявляется, когда слабеет духовное зрение нашей веры, в чем оно особенно проявляется, если веры мало, то и света мало, если мы перестаем верить в Божие обетование, скажем, есть множество обетований Божьих для верующих, если мы начинаем сомневаться в Божьих обетованиях исцеления или еще в чем-то, тогда что происходит? Помните, как Авраам преодолел сомнение, которое поднималось там внутри о том, что Бог говорил, Бог дает обетование у тебя будет сын? Авраам говорит, да я уже почти столетний, но он, написано о нем посланник евреям оставался твердым, непоколебимым и вот это позволяло ему смотреть на обетование, Бог показал ему даже звезды, говорит, выйди и посмотри, можешь ли ты сосчитать? Нет. Мне кажется, что Авраам очень часто потом выходил в ночное время молитвой и смотрел на эти звезды, вспоминая то, о чем Бог говорил ему. Духовное зрение нашей веры, обетование, принимаем ли мы обетование, верим ли мы с вами сегодня, то, что Бог вчера, сегодня, во веки тот же, что Его рука не сократилась в том, чтобы спасать, исцелять, верим ли мы в это, стоим ли мы в этом? Обетование, вера в обетование указывает на то, насколько мы с вами ходим в истине, потому что, если мы верим в обетование, то мы будем продолжать ходить в тех истинах, которые мы уже знаем, которые для нас открыты. Сегодня множество людей, которые пытаются как-то, вот их око веры затуманено, знаете, чем? Тем, что они пытаются к тому, что Господь уже сделал, не то, чтобы присвоить для себя какую-то славу или еще что-то, они говорят, что вот идея смешания своих добрых дел с той благодатью, которую Бог дает нам, якобы благодати недостаточно. Когда человек приходит к Богу и говорит, Господи, вот здесь я не такой уж плохой, а ты меня здесь исправь, лучше вообще не приходить. Потому что, если мы начинаем смешивать свои добрые дела и думать, что добрые дела как-то нам помогут пройти в Царство Божие, мы ошибаемся, мы приходим в Царство Божие исключительно по вере в Иисуса Христа, в Его смерть, то, что Он сделал, мы ничего не можем добавить к этому, друзья. Если у нас есть какие-то достоинства, мы рассчитываем на то, что наши достоинства, наши дела помогут нам прийти на небо, мы ошибаемся. В этом вопросе мы должны иметь очень чистый, ясный взгляд на Божье обетование, на то, что говорит Божье нам Слово. Я не могу прийти к Богу так, что, Господи, вот здесь меня измени, а вот здесь я полностью прихожу к Богу весь в проказы греха. Я полностью прихожу, осознаю, что я весь грешный. Мне нужно полностью измениться. Господи, забери сердце каменное, дай сердце плотяное. Помните, как в Ветхом Завете дается закон для прокаженных? Когда приходил человек к священнику с признаками проказа, священник осматривал его. Если это проказа была, какие-то явные признаки, то он изолировал его. На лице, на голове, на руке, где-то были пятна, и там были... Но был такой странный момент в этом прописании, когда человек приходил, и проказа его покрывала с ног до головы, так, что она расцвела, и он становился белым от проказа, священник почему-то объявлял его чистым. В этом есть прообраз, в этом есть иносказание для нас, что если мы приходим к Богу и признаем, что мы полностью грешники, и что наши добрые дела тоже ничего не заслуживают, и мы осознаем, что мы... Господи, я грешник, полностью нуждаюсь в Твоей милости, и мы уже на Христа по-другому смотрим, Он открывается для нашего духовного взора по-другому, что мы в Нем сильно нуждаемся. Не Он нас, не Он в наших добрых делах нуждается, но мы более в Нем нуждаемся. Когда приходит это сознание, милость Божия, благодать Божия нас исцеляет, и Он дает нам новое сердце и новый дух. И мы начинаем видеть Иисуса Христа, как необходимость для нас номер один. Сегодня многие не осознают, что в этой жизни нет ничего больше, чем Сам Господь Иисус Христос, Который прощает все Твои грехи, обновляет, дает Тебе новую жизнь и дарует Тебе свою благодать. Аминь. Нужно иметь это откровение, понимание. И если твоя вера открыта, если ты видишь Господа распятым за Твои грехи, и что ты номер один грешник, благодать Божья, она наполняется в Тебе светом и оживляется вся Твоя жизнь. Когда Давид согрешил, он, когда пишет о себе, что он грешник, так будто это самый последний грешник. Тебе единому согрешил, лукавое сделал. Господи, только благодать и не отними от меня. Вот дай нам, Господь, такое разумение и понимание. Видеть себя. Оком веры мы также видим не только Бога, сколько Он для нас делает, но видеть себя. Видеть себя. Как этот молодой юноша, помните, в 4 книге царств история о Елисеи, когда они попали в окружение в Дафаиме, и когда сирийские войска окружили, он вышел и говорит, увы, господин, что нам делать? Вокруг враги. ножки задрожали, колени согнулись, глаза вроде молодой открылись, а духовные глаза были закрыты на что? Око его веры было, недоступно было то, что как молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза. Елисей, как Божий человек, понимал, что этот человек не все видит. Он не видит те огненные колесницы, которые там у подножия горы, на горе и гораздо больше. И там говорится тех, которые с нами более, нежели тех с ним. И молился Елисей, открылись глаза его, и он увидел, что вот вся гора наполнена колесницами огненными, и Божья армия стояла там. Часто в нашей жизни бывает, что наш духовный взор глаза нашей веры замылены. Мы ходим в страхе, мы видим только болезни, мы видим только обстоятельства, мы видим только трудности, мы видим только плохое, плохо в семье, плохо в доме, плохо в стране, плохо везде плохо, в церкви плохо, везде плохо. Пусть Бог откроет глаза твои духовные, чтобы ты увидел Божье святое присутствие в твоей жизни. не так плохо в семье, не так плохо в стране, не так плохо в городе, не так плохо в этой жизни, когда ты видишь то, где Бог открыл твои глаза. Аминь. Я не буду долго останавливаться, хотел бы последнее сказать, потому что, как мы с вами видим, мы можем говорить о глазах нашей веры, мы можем говорить о глазах нашего послушания. Я вкратце коснусь этого, потому что то, что касается послушания, это важный вопрос для нас, христиан, потому что эти духовные глаза тоже могут быть замылены. Что может замыливать глаза? Предрассудки. И человек становится верующим, а предрассудков не избавляется. Я думаю, многие из нас знают историю вообще многих открытий, многие известные открытия сегодня, изобретения прошли через серьезные препятствия то, что называется предрассудки. вы помните такой был доктор Симпсон, которым является тот, кто открыл хлорофор и показал его преимущества, потому что до этого людей лечили под странной анестезией, но когда он открыл, ему пришлось бороться с медицинскими, религиозными предрассудками того времени. Вы помните, когда была пандемия чумы, говорят, что во время первой пандемии чумы умерло около ста миллионов. Особенно много людей умерло во время черной чумы. И вот те симптомы, которые проявлялись, когда была черная чума, когда вот эти бактерии, они проникали в лимфоузлы, то они набухали, становились большими, и докторат его времени, ссылаясь на те свои медицинские взгляды, они делали страшную ошибку, они брали, вскрывали эти лимфоузлы, эти опухоли. Что эти очаги инфекции и то, что распространялось просто в масштабной прогрессии и убивало этих докторов и многих людей. Нельзя было это делать. Но вы знаете, может быть, в 19 веке Луи Пастер, который стал основоположником микробиологии, который перевернул взгляды причины многих болезней, потому что до этого считалось, что вот причина чумы это миазмы, это что-то связано с состоянием организма или нарушением баланса в организме, но никто не говорил о бактериях. И он все-таки сумел доказать, насколько людей умерло. Миллионы людей. Если человек заболел чумой, у него было три дня, и смертность была стопроцентная, это все предрассудки. А ревность как затуманит глаза. Почему семьи распадаются только из-за ревности? А самомнение, как я уже сказал, если бы Бог открыл нам глаза на нас самих, и чтобы мы увидели самих себя такими, как мы есть в истинном свете, кто мы и что мы, это бы поменяло многое в нашей жизни. Даже у многих верующих жизнь бы изменилась. Поэтому сегодня, когда мы говорим о оке, о глазах нашего послушания, я бы хотел сказать, что самое опасное это, когда мы смотрим, у нас духовное косоглазие, мы смотрим в мир и смотрим на Христа. И нам нравится мир с его стилем жизни, мы пытаемся взять какие-то идеи мирские, принести в церковь, в жизнь, куда угодно, в семью и так дальше. Стиль жизни нам нравится немножко. Ну, это же не грех, Библия же так не написана. Мы просто берем стиль и привносим. И у нас становится духовное косоглазие. И потом, однажды мы становимся перед сложным выбором в жизни. Компромисс с совестью, компромисс с Словом Божьим. У нас двойные цели и стандарты. Не случайно Иисус говорит, не можете служить Богу и мамонне. Вообще в жизни человека не должно быть целей, двух целей, должна быть одна цель. И знаете почему? Потому что мы никуда не пройдем, если будет две цели. Одна цель. Если ты христианин, у тебя спросят, какая у тебя цель в жизни, ты скажешь, небеса. Но если у тебя главные цели и приоритеты не небеса, дорогой друг, пересмотри свое послушание. Не имей более одной цели. Я думаю, вы слышали историю о ястребе и жаворонке. Ястреб, когда взлетает вверх к небу, он взлетает не просто, чтобы подняться к небу и взлететь и парить просто, радоваться. Он взлетает так высоко, чтобы высмотреть жертву, чтобы у него зрение позволяет ему, поэтому с высоты ему больше территории видно. Но жаворонок, он поднимается просто ввысь навстречу свету, солнцу. Вот ты, христианин, будь как жаворонок. Если у тебя другая цель, ты высмотришь и смотришь вниз, поднимаешься вверх, но смотришь вниз, двойные стандарты. Господь всегда обличал и говорил, что двойные стандарты это лицемерие. Послушание это важный вопрос. Я помню в моей жизни, когда мы ехали в Пермь, я приехал в Пермь, потом через год миссионером вернулся и вроде все условия выполнил, побыть миссионером уехал, но потом, когда вернулся, знаете, как-то так стало внутри. Со стороны моих братьев, сестер, пастора все хорошо. Никто не мог сказать, что ты что-то неправильно делаешь, у тебя двойные стандарты или еще что-то. Я устроился на работу, квартира есть, жить, езди, только женился. Живи, радуйся, 22 года. А внутри нет мира. А потом все-таки думаю, надо поехать, надо ехать. Купил билет, доехал до Москвы на поезде. Сутки нужно было ехать. Сел в Москве на вокзале. Так страшно стало. Вот признаюсь вам. Так испугался. Думаю, а как это? А как кто? А как вот? 91-92 год. И купил билет от Москвы уже не до Перми, а обратно туда в свой город, Криворог. И приехал. И меня тоже поняли, сказали, ну ладно, ну что? Знаете, все поймут, скажут, ну здесь ничего такого. Но когда внутри у тебя вот это, ты понимаешь перед Богом, у тебя нет мира с самим собою и с Богом. И все. И ты понимаешь, что тут нужно что-то делать. И потом с большим трудом для меня, усилиями, мне нужно было снова купить билет и ехать, и начинать служение там в области и там начинать свой труд. Поэтому, если у нас более чем одна цель, дорогой друг, ты не будешь пользоваться уважением в миру. Если люди однажды поймут, что ты не такой уж и последователь Христа, не думаешь, что мир начнет тебя любить и принимать. если ты думаешь, что ты возьмешь какие-то там вот фишки в этом мире, начнешь применять служение, вот так, вот так, а давайте вот так, вот. Не думай, что мир тебя будет вот тебе аплодировать. Они будут топтать, смеяться, потому что до их высот никогда не достигнешь. Они будут считать, что ты хочешь достигнуть их высот. Но и тут потеряешь. Но если ты христианин, пусть такой может быть несовершенный, но искренний у тебя одна цель. Искренний. Твой взгляд чистый. Ты понимаешь, что кроме Христа тебе никого не нужно. Раньше сколько было проповедников, которых называют сегодня пуританами, которые были искренни, горели, они не были теологами, как сегодня. Если ты не теолог, то ты вообще, ну кто ты такой? Если ты не бакалавр, там не надо быть теологом, надо быть хотя бы в это образование. Они кроме Библии ничего не считали, но они искренне верили и было меньше заблуждений, чем сегодня с бакалаврами, теологами и всякими. Я не против бакалавров, теологов. Это нужно, это необходимо. Нужно иметь образование. Но прежде должна идти наша искренность и не должно быть двойных стандартов. Не искать себе славы, искать славы своему Господу. Аминь. Пусть Бог поможет нам, друзья, иметь эту цель, идти исследовать. Тогда наше зрение будет неповрежденным. Тогда тот свет, который будет наполнять нас, он принесет нам величайшее благословение. Это жизнь, это полнота. И последнее, мы будем молиться. Иисус говорит, «Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? То, что я уже говорил, великое откровение, иметь о себе откровение. Может быть, многие годы, к чему я стремился, ценил, вот так вот дрожал, чтобы это, может быть, это тьма, а ты думал, свет? Может быть, то, куда мы вкладывали свои силы и средства и то, к чему мы стремились достигнуть какого-то почтения там в церкви, признания или еще чего-то, не тьмой ли это является? Иисус мотивирует нас в том, чтобы мы искали истинный свет. А что же тогда тьма, настоящая тьма? Боже, сохрани нас и помилуй нас. Аминь. Пусть Бог поможет нам, друзья, открытыми держать глаза нашей веры, нашего послушания, потому что это дает нам возможность жить в мире самим собой. Тогда горечь, обиды не будут тебя разрушать, ты не будешь ни с кем соперничать, у тебя будет подлинное ощущение счастья и чувство удовлетворения. ты будешь в мире с другими людьми, потому что это дает тебе возможность строить отношения с людьми, прежде всего, через щедрость. Жертвовать не только финансами, своим временем, вниманием, словом, улыбкой и так дальше. Заметьте, что скупость делает все добродетели, сводит на ноль. А если человек щедрый, то даже где-то ошибок наделает, его все любят. Если скупердяй, они говорят, а это скупердяй. А если человек щедрый, его любят. Делает глаза нашей веры возможность жить Богом, жить благословенной жизнью. Почему? Потому что ты понимаешь, что в принципе нет никого более щедрого, чем Бог. Это важная великая истина. Это основа в нашей жертвенности. Те, кто думает, что они начинают быть более, ну, где-то в чем-то мысль такая, не дай Бог, закрадывается, что ты более такой вот милостивый, чем Бог. Это большое заблуждение. Не может быть более милостив, чем Бог. Нет никого. Я помню одного из таких известных журналистов, которые приткнулись на Библии, на Слове Божьем. Вот глаза замыленные. Он прочитал в второзаконии, как так Бог ожесточил сердце фараона. Как вообще Бог имеет право ожесточать сердце. Написано, ожесточил сердце фараона, а потом в водах морских погреб. И все, человек соблазнился. А ты не читал о том, как Бог давал ему одна казнь была, вторая казнь, третья казнь? И он ничего не смог сделать. А что, этому фараону это было недостаточно увидеть, что вот кто царствует, кто Бог, склониться и сказать Господь, ты все-таки Бог. Это разве не милость Божья была в этих казнях? Конечно же. Ты до этого жил во тьме дремучего язычества, а здесь Бог, вот он, воды стали кровью, вот мошки пришли, вот жабы пришли, вот это, это было все то, что стучало в сердце фараона, а он каждый раз закрывал сердце, закрывал, закрывал. Поэтому Библия говорит так, что ожесточил Бог, но прежде закрылся фараон, ожесточился. Человек не видит, он соблазнился на этом. Истина для него стала соблазна. Пусть глаза будут открыты, чтобы мы не соблазнились на том, что Бог делает, совершает нашей с вами жизни. увидеть в этом великую благость для нас, когда он вообще вмешивается в нашу жизнь, потому что он никогда не принесет тебе зло, но только доброе. Давайте мы встанем для молитвы. Я хочу помолиться вместе с вами, но прежде главное, я хочу обратиться к тем людям, кто еще не примирился с Богом. Хочу сказать, дорогой друг, Бог тебя любит, Он тебя ждет всегда. Он видел тебя, когда еще тебя не было. Это очень важный момент в твоей жизни, потому что любовь Божия стучит в твое сердце. Он отдал своего Сына за тебя, за твои грехи. Он, когда умирал, видел тебя. Его благодать и милость сегодня к тебе. Он сегодня не приходит к тебе как судья, но Он приходит как любящий Бог Отец. И Он говорит, возвратитесь, придите. Если ты тот человек, кто хочет примириться с Богом, мы помолимся за вас. И если вы желаете такой молитвы, просто поднимите свою руку, если вы в этом собрании, кто-то в этом зале есть, кто хотел бы примириться с Богом, мы будем молиться вместе с вами. Поднимите вашу руку, чтобы мы видели. Есть такой человек? Слава Богу. Я хотел бы пригласить вас сюда вперед. Пожалуйста, если вам несложно, придите, мы помолимся за вас. Бог любит вас. Может быть, кто-то еще есть в этом собрании, кто хотел бы отдать свое сердце Господу. Бог есть любовь. И каждый, кто призовет имя Господне, спасется. Так говорит Слово Божье. Приглашаем вас сюда. Мы помолимся вместе с вами. Пусть это будет вашей веры. Пусть это будет первым шагом к Богу. Поверьте, если вы сделаете один шаг к Богу, то Бог вам сделает тысячу шагов. Он будет бежать к вам на встречу. Слава Богу. Можете пройти сюда. Слава Богу за вас. И мы ждем, если кто-то еще желает прийти, кто поднимал руку, мы ждем вас, чтобы помолиться за вас, благосоветь вас. Каждый, кто призовет имя Господне, спасется. Разве эти слова не полны утешения, надежды для нас? Там не написано, нужно что-то сделать. Там не написано, что нужно вот как-то, а просто признаться Богу, сказать, Господь, я нуждаюсь в тебе. Будь моим Господом, будь моим спасителем. Слава Богу за вас, что вы сегодня в церкви, в Доме Божьем. Как я уже сказал словами апостола, каждый, кто призовет имя Господне, спасется. Я помогу вам в этой молитве призвать имя Божье. Повторите, пожалуйста, вслух вместе со мной эту молитву. Давайте церковь в моем месте помолимся. Отец Небесный, я прихожу к тебе во имя Сына твоего Иисуса Христа. Господь, я нуждаюсь в тебе, потому что я грешник. Прости все мои грехи, будь моим Господом и Спасителем. приди в мою жизнь, дай мир моему сердцу, исцели меня и восстанови. Господь, я верю в твою смерть и в твое воскресенье. Благодарю тебя за все, что ты сделал для меня. Ты мой Господь и ты мой Спаситель. И отныне моя жизнь в твоих руках. Слава тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. И позвольте, мы помолимся за вас. Дорогой Господь, я благодарю тебя за эти драгоценные души. Господь, и на руках молитвы приносим тебя. Благослови, сохрани, покрой своей милостью, благодати. Пусть милость и благодать твоя сопровождают их. Господь, пусть твой мир переполняет их сердца, радость, утешение. Пусть исцеление наполняет их жизнь. Господь, пусть твои дары открываются. И Господь, пусть все то, что есть, Господь, моих друзей, семьи, дома, да будет благословенный всех, кто окружает их. Во имя Иисуса Христа мы благословляем их. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны. Пусть Бог благословит. Этот важный день, когда вы приняли Христа, примирились с Богом, помните об этом, храните в сердце. Мы благословляем вас. Слава Богу за вас. Можете пройти, задать любой вопрос. Вот наши друзья здесь, они зададут вам любой вопрос. Слава Господу, друзья, пусть Бог благословит вас. Продолжение следует...